Первоначальная икона Она хранилась в Донской области в церкви Благовещения в так называемом Сиротином городке. Уже с момента своего написания она была очень почитаема, но после битвы на Куликовом поле стала поистине легендарной. Во время сражения, состоявшегося 8 сентября 1380 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, святой образ находился в стане русских воинов. После победы казаки подарили ее московскому князю Дмитрию Донскому. С тех пор икона стала именоваться Донской и получила широкую известность у православного народа Древней Руси. Изображенная Богородица считалась защитницей от иноверных врагов. Именно перед ее образом молился Иван Грозный накануне Казанского похода. А жители Москвы искали избавления от поступивших к городу войск от татарского хана Газы II Герая. Эту же икону патриарх Иов использовал, чтобы благословить Бориса Кодунова на царство. А князь Василий Голицын брал ее с собой в крымский поход. Когда-то данное изображение Богородицы украшал красивый драгоценный оклад. Однако в 1812 году редкие самоцветы и жемчуга вынули солдаты французской армии. А после революции 1917 года исчезли и остальные атрибуты обрамления. Образ представляет собой один из вариантов иконографического типа умиления, где Божья Матерь изображалась по пояс с Христом Младенцем в правой руке. Изначально золотой фон иконы утрачен. Нимбы над головой Богородицы и Спасителя не сохранились. Но ликие одежды хорошо видны. Бого Матерь словно предвидит судьбу своего сына. Ее раскрытая и удлиненная шея и своеобразная пространственная постановка головы очень напоминают Мадонн итальянской школы и иконописи. Однако лицо Девы Марии не печально, а скорее полно внутренней просветительности, что было не свойственно византийским иконам. Автор добивается такого эффекта с помощью умелого применения плавных линий, в которых нет ничего жесткого и стремительного. В расположении глаз и рта заметна асимметрия. Они нарисованы не на параллельных, а как бы на сходящихся на осях и немного сдвинуты вправо. И в этом исследователи видят еще одну особенность русского письма. Константинопольские иконописцы той эпохи придерживались строгих канонов и не позволяли себе экспериментировать с формами в угоду большей эмоциональной выразительности. Еще одна характерная особенность образа – обнаженный до колен ноги Христа, стоящий на левой руке Богоматери, которая та придерживает складки его одежды. Они символизируют принятие спасителем своей участи. Золотая греческая надпись на рукаве Богородицы, скорее всего, стих библейского псалма. «Вся слава черри цареви внутрь, рясны золотыми одеяна, преиспечрена». На оборотной стороне удивительно хорошо сохранилось изображение Успения Богородицы. Умершая Дева Мария нарисована в окружении 12 апостолов и двух епископов. На переднем плане расположена свеча, символизирующая угасание жизни. В центре композиции находится Иисус Христос. Он значительно выделяется среди остальных персонажей, почти в два раза превышая их по росту. Используемая иконописцем цветовая гамма более темная и драматична. Крошечная белая фигурка в руках Спасителя – символ бессмертной души Богоматери. Продолжение следует... Продолжение следует...